Лепшая команда краины по пляжным футболе сустрелись и у Кировского райцентра и прошел черговый тур чемпионатуры республики. За два дни глядачы увидели сразу 16 поединков. За матчами наблюдал и наш корреспондент Илья Соболев. Полная трибуна, множество голов и нежаканных выников. Головным открытием тура стали его господары – клуб Кировск. В первый день наша команда дала бой соперникам, однако минимально соступила столичному БДПУ и Мазырскому МСД. В неделю по тримкородной публике допомогла срабить сенсацию. Кировская доля серебряного призера минулого сезона – Гродно Облспорт и дебютанта турнира «Форсаж Сослонима». Сейчас все у нас с Кировской ребятами молодые, все воспитанники школы нашей. Ну, я думаю, с каждой игрой будем добавлять, немножко буду покрыкивать на них, вспоминать комбинации, все будет решаться в плей-офф. Задача сейчас просто наиграть наши связи, вспомнить какие-то взаимодействия. После этого тура наша команда разместилась на семом месте. Лепший живынник у Кировску показал неизменный чемпион краины последних годов БАТЭ. У Борисовшан перемоги во всех поединках. По традиции белорусского пляжного футбола, все матчи для мясовых болельщиков и гостей райцентра на стадионе коментовал легенда спортивной журналистки Владимир Новицкий. Уютная арена, хороший песок, как говорят игроки. В отличие, например, от того же Мозыря, где в середине мая проходил первый тур, работает общепит. Кировским зрителям, болельщикам, судя по их реакции, матчи тоже нравятся, они тоже в полной мере сумели оценить, что это здорово, что это интересно. Так что так держать. Уже в лепени Кировске знову может принять гульничемпионату. Четвертый тур планует провести условиями, а летом новая арена по кульне готова до открытия. Резервовой пляцовкой станет стадион у Кировску. Илья Соболев, Александр Тарасов, Новинрегион.